Это программа «Город 112». В ближайшие 10 минут только резонансные происшествия, громкие уголовные дела и дорожные конфликты. Обо всем этом прямо сейчас расскажу я, Андрей Чумаков. Вот несколько тем этого выпуска. Афера более чем на 40 миллионов рублей. Главный фигурант уголовного дела – высокопоставленный чиновник. Помогу избежать наказания. Лжеполицейского задержали настоящие полицейские. Грабителей банков тоже иногда грабят. Об этом в рубрике «Правовые абсурды». Теперь подробности. Уголовное дело завели следователи на заместителя руководителя главного управления строительства Краснодарского края. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Накануне чиновника задержали в его рабочем кабинете полицейские совместно с сотрудниками краевого управления ФСБ. Сотрудниками полиции было установлено, что чиновник заключил договор на строительство спортивного комплекса. Причем организацией подрядчиком фактически управлял он сам. В результате работы не были выполнены в полном объеме. Ущерб, причиненный действиями злоумышленника, составил более 40 миллионов рублей. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. На его имущество наложен арест. Следователи выясняют обстоятельства должностного преступления. Им предстоит детально изучить финансовую документацию, за которую отвечал чиновник, чтобы проверить его на причастность к другим махинациям. Заместители начальника таможенного поста «Морской порт Кавказ» Краснодарской таможни подозревают в получении взятки в крупном размере. Следователи Южного управления транспортного следкома возбудили в отношении нечистого на руку офицера уголовное дело. По их версии, в апреле подозреваемый договорился с неким бизнесменом о том, что будет оказывать содействие его компании в беспрепятственном пропуске топлива и горюче-смазочных материалов, вывозимых с территории таможенного союза. Свои услуги он оценил в 50 центов с каждой тонны декларируемого груза. Однако уже к июню аппетиты таможенника возросли, и он потребовал увеличить денежное вознаграждение до 2,5 долларов за тонну. С учетом того, что компания, которую он крышевал, к этому моменту переправила около 3,5 тысяч тонн ГСМ, покровитель должен был получить 7 тысяч долларов. Однако таможенник не подозревал, что за ним уже давно следят спецслужбы. В момент передачи денег его задержали сотрудники Краевого управления ФСБ. Сейчас следователи выясняют обстоятельства совершенного преступления. Как только будет собрана доказательная база, материалы уголовного дела направят в суд. Лжи полицейского задержали кубанские правоохранители. Находясь на территории нашего региона, мошенник выбивал деньги с жителей Ставрополья. От его действий пострадали 5 человек, на которых он заработал 180 тысяч рублей. Действовал преступник по старой проверенной схеме. Звонил по телефону своим потенциальным жертвам, представлялся сотрудником полиции. Говорил, что их близкий родственник попал в переделку и ему грозит тюрьма. За определенную сумму мошенник предлагал замять конфликт и не возбуждать уголовное дело. Во время передачи денег за очередную услугу лжи полицейского задержали настоящие стражи порядка. Сейчас он находится под стражей. В отношении него возбуждено 5 уголовных дел. Сейчас правоохранители проверяют мошенники на причастность к другим преступлениям. В Краснодаре вор-неудачник пытался скрыться от преследования на украденном самокате. Забавный инцидент произошел накануне в одном из гипермаркетов. По словам его сотрудников, молодой человек под видом покупателя зашел в магазин. Пройдя через торговый зал, он заметил стоящий в качестве экспоната самокат. Вот тут-то и начались странности. Не обращая внимания на посетителей, парень стал на нем колесить между витрин. По пути он прихватил с собой банку пива и энергетический напиток. Видимо, с непривычки его утомил вояж на самокате. С неоплаченным товаром молодой человек попытался проехать через кассы. Заметив это, охранники бросились в погоню. После непродолжительного преследования угонщика самоката поймали и передали полицейским. Те выяснили, что задержанному вору-неудачнику 28 лет. В Краснодар он приехал из Волгодонска на отдых. На допросе выяснилось, что мотивы для совершения преступления до нелепого банальны. О таком самокате задержанный давно мечтал, а напитки стащил, чтобы утолить жажду. Рассчитывал, что никто не заметит пропажу. Теперь за свою выходку отдыхающий может получить вплоть до двух лет тюрьмы. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела. Удирать от охранников на самокате это еще что. В истории мирового криминала есть случаи похлеще, но почему-то чаще всего они происходят в Соединенных Штатах Америки. Думаю, посмотрев сегодняшнюю рубрику «Правовые абсурды», наши полицейские позавидуют американским, чтобы ловить таких асов криминала, как там у них, не нужна никакая дедукция. Судите сами. Житель Техаса Эдвин Гайнер захотел стать полицейским, а оказался в тюрьме только потому, что указал в анкете, что он виновен в нескольких нераскрытых преступлениях. Придя в участок, мужчина сообщил о своих намерениях пополнить ряды местных правоохранителей, и ему предложили заполнить анкету, необходимую для трудоустройства. А в ней был такой вопрос – совершали ли вы когда-нибудь преступление? Честный мистер Гайнер ответил положительно. Более того, он точно указал, где, когда и как совершал преступления, которые в основном сводились к мелкому грабежу. В общей сложности он был причастен к пяти таким делам, включая угон автомобиля. Когда полицейские прочитали анкету, то сначала подумали, что это розыгрыш, однако на всякий случай все-таки проверили полученную информацию. Оказалось, что Гайнер действительно совершил все указанные им же преступления. Разумеется, его арестовали и посадили в тюрьму. Естественно, теперь честному преступнику можно забыть про карьеру полицейского. Ну а этот случай произошел в банке. В здание ворвался грабитель. Угрожая сотрудникам пистолетом, он потребовал отдать ему деньги. Забрав лежавшие в сейфе 19 тысяч евро, налетчик бросился на утек. Вдогонку за ним устремились два охранника и один из посетителей банка. Он-то и оказался самым проворным. Ему первому удалось настигнуть и обезвредить преступника. Чуть позже подоспели полицейские и охранники. Все вроде бы закончилось хорошо, однако, когда в банке стали пересчитывать украденную сумму, выяснилось, что не хватает 6 тысяч евро. Куда они подевались, ломать голову долго не пришлось. Грабитель рассказал, что догнавший его доброволец отобрал у него часть добычи. Когда горе помощника задержали, в свое оправдание он сказал, что действовал в состоянии аффекта и признался, что украденный у грабителя деньги собирался пустить на семейные нужды. На этом все. Новые происшествия смотрите в очередном выпуске программы «Город 112». Увидимся в 18.30. Субтитры создавал DimaTorzok